Здесь не так много фотографий, как обычно бывает на выставках, но каждая из них уникальна. В конце 19 века их автор Гамбажап Цибиков первым решился совершить путешествие на закрытый тогда для иностранцев Тибет и сделать серию снимков. За это ему грозила смертная казнь. В то время не то что фотографировать, даже писать о Тибете было запрещено. Однако ученый-востоковед Цибиков по поручению Русского географического общества переоделся в паломника, вооружился фотокамерой, записной книжкой и на свой страх и риск пробрался в Лхасу. Главной его задачей была, конечно, это открытие тибетского буддизма, это архитектура Лхасы, быт людей. И самое главное, конечно, то, что он оттуда нам вывез, это его книги и фотографии. Окутанные легендами монастыри хранили в себе множество тайн. Одна из них связана со скульптурой Буддыши Кьемуни и ее владельцем с замысловатым именем и прорицательскими способностями. Когда Сром Зон Капа поставил эту статую, он говорил, что придет лама, который распространит свое буддийское учение далеко за пределами Тибета. Так и случилось. Им стал реформатор буддизма Дзон Хава. И самое удивительное, что спустя тысячелетия та самая статуя необъяснимым образом сменила свое обличие и стала точной копией ламы. Легенды ходили не только вокруг проповедников буддизма, но и вокруг самого автора снимков. Говорят, что он обладал уникальным бесшовным черепом, из которых в те времена делали сосуды для ритуальных обрядов. И после смерти тело знаменитого историка нашли обезглавленным. Увидеть его работы можно до конца июля в филиале Кяхтинского краеведческого музея. Ася Касьянова, Сергей Устинов, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok